Добро пожаловать, ребята, на третий этап Формула 1 на Грам-при Китая. Что же, как и в Бахрейне, здесь у нас будет большой износ резины, но, казалось, всё не так уж и плохо, оказалось, что даже намного лучше, чем я ожидал. Но с темпом были всё равно адские проблемы, которые наблюдались в квалификации. Из первого сегмента я всё-таки вышел, но во втором я решил то, что особо большого смысла нет уехать и лучше сэкономить ресурсы наших элементов. Соответственно, будем стартовать мы аж с 15-й позиции, но, опять же, у нас будет стратегия в один пит-стоп. У нас будет медиум и хард, и я надеюсь, за счёт этой стратегии, так же, как и в Бахрейне, одержать победу. Посмотрим, выйдет ли это у меня или же нет. Также ещё стоит отметить такой момент, то, что из-за того, что я выпал во второй сегменте квалификации, у нас снова офигенная симуляция третьего сегмента. На первом месте у нас Льюис Хаммер, на втором Валь Трибот, на третьем Себастьян Хмиттель, четвёртый Пьер Гасли, пятый Шарли Клер, шестой Чека Пиарест, седьмой Ника Хелькенберг, восьмой Ланда Норрис, девятый Александр Албан и десятый Даниэль Риккардо. Такая у нас топ-десятка, как обычно. Ферстаппин у нас почему-то не проехал круги во втором сегменте квалификации. Скорее всего, попал в какую-то аварию, но, опять же, я этого не узнаю, потому что у нас даже нет банально повтор в квалификациях. И поэтому стоит только устроить догадки, так как у него не было времени. И Гасли, как раз, они я срываюсь неплохо с места, но лучше всего срывается Стролл впереди меня, он сразу же проходит и Райканина, и пытается ещё впереди перед собой обойти Риккардо, но у него это не получается. В улетке бок о бок прохожу с Ферстаппиным, и уже по внутренней части траектории ныряю и прохожу ещё пару-тройку гонщиков. Не решаюсь нырять к Норрису и Албану, потому что это чревато было точно с столкновением. По крайней мере, опыт уже был в подобных ситуациях, что боты будут конкретно закрывать калитку, поэтому лучше лишний раз не лезть, чтобы лишний раз не сломать себе перед антикрылова и не заруинить себе начало гонки. Также Пьер неплохо стартовал, прошёл он сразу же Феттеля, пытался также обойти и Льюиса. Поначалу в улетке у него это получалось в первой части, но во второй части, к сожалению, уже поворот был в пользу Льюиса, и за счёт этого Льюис остался на своей второй позиции, дав тем самым Вальтере возможность отъехать от Льюиса. На втором кругу я продолжал проследовать впереди идущую группу в виде Хюлькенберга, Албана и Норриса, и Албан уже потихоньку начинает бороться, соответственно, за седьмую позицию. Втроём они вошли в шпильку после задней прямой, и Албан, соответственно, выиграл в этой всей борьбе, но всё-таки второго роса. Потом и Хюлькенберг за счёт Слипстрима обошёл ещё и Норриса, и также я к этому методу тоже подтянулся, и Норриса обошёл по внутренней траектории. В этот момент Хюлькенберг с Албаном начинали бороться за позицию, что было мне на руку, поскольку тем самым они друг друга замедляли, и у меня было больше возможности за ними просто ехать. С Хюлькенбергом я разобрался на обратной прямой на третьем кругу, а вот с Албаном уже были проблемы, поскольку он успел оторваться неплохо от Хюлькенберга, и не было у меня никакой возможности получать от него ДРС. Ну, в принципе, неудивительно, даже с мотором Хонда всё-таки Торо Россо очень хорошо едет на прямых за счёт того, что у них по максимуму снижено лобовое сопротивление, и к концу прямой они набирают ещё большую скорость, нежели я с более хорошим двигателем. Но мы потихоньку к этому тоже придём, по крайней мере идём в данный момент. Сейчас какое-то время лидеры все заехали на пидстоп, позади меня осталось только Ферстаппинг, который шёл также на той же стратегии в один пидстоп, наверное, так же, как он просто посмотрел мою стратегию в Бахрейне и решил тоже не выходить в третий сегмент, чтобы была возможность проехать точную гонку на одном пидстопе. Ну и у нас начинается с ним зачижная борьба, из-за которой мы теряем время, потому что лидеры всё-таки, скорее всего, на стратегии двух пидстопов будут, но, как в будущем окажется, только у Леклера была стратегия в два пидстопа, у остальных лидеров была стратегия в один пидстоп. Из-за чего мы теряли его по времени, соответственно, лидеры там потихоньку прорвались через пилотон на своём новом харде, в этот момент я, конечно, думал, что у них же будет мидиум, два пидстопа, и, соответственно, единственный мой соперник за лидерство это только Ферстаппинг, ну, может быть, Леклер с Хэммитоном под конец гонки на своём свежем комплекте резины, но, опять же, не тут-то было. Всё-таки Ферстаппинг меня обходит, перед моим пидстопом решил я заехать на круг раньше, поскольку подумал, как я сделаю андеркап по отношению к Ферстаппину, пока он будет доезжать пару кругов на своём убитом уже мидиуме, я буду на своём свежем харде пушить и пушить, и, соответственно, может быть, спокойно его обойду и сделаю ещё небольшой зазорный дунами. Выезжаю из питлейна позади Хэммитона, но при этом ещё позади меня был мой напарник Пергасли, и с Хэммитоном я оторвался причём на том же круге, как и выехал, за счёт слепстрима ДРС, как обычно, и также я хотел ещё как можно быстрее оторваться от него, чтобы у него не было возможности открывать на следующем круге уже на этой же обратной прямой крыло, но забегая вперёд, мне это не удастся, но даже забегая вперёд, он на меня не сможет атаковать. По итогу, мой андеркат не удался, Ферстаппин выехал передо мной, но я решил то, что по внутренней части улитки я его точно обойду, что и произошло, и по итогу я вернул свою позицию обратно. Но, к сожалению, ненадолго, у нас опять начались тёрки за эту четвёртую уже позицию, пока впереди, шли болиды, которые ещё не сделали свой питстоп, а также Ботас, который уже свой сделал питстоп, ну и Леклер, который ещё будет только делать свой второй питстоп. Интересно, почему у Леклера была стратегия в два питстопа, а не в один питстоп, как это было у его напарника. Ну, может быть, конечно же, попал в аварию с кем-то и, по-моему, опередить крыло, но, к сожалению, мы этого не узнаем. На пятнадцатом кругу меня обходит всё-таки, пытается обойти Ферстаппин, напрямую даже за счёт ДРСа, он не может меня очень быстро обойти, он потихоньку разрывал дистанцию, возможно, конечно, да, он экономил ресурсы, но, как по мне, всё-таки Хонда, есть Хонда, и поэтому опередить он не может. Но уже кругом поищем он всё-таки смог это без проблем сделать уже, и, окей, я решил поехать за ним в слепстриме, но на шпильке Ферстаппин блокирует свою покрышку, из-за чего я улетаю широко, чтобы не допустить контакта, и меня тут же ещё обходит Албан. Отлично, подумал я, и, соответственно, отпустил эту пару, поскольку я ничего просто не мог с ними сделать, у них был намного выше темп по отношению ко мне, и по итогу, окей, я подумал, ладно, надо финишировать хотя бы на четвёртой позиции. Но тут уже подъехал Леклер на своём свежем медиуме, и, соответственно, пытался бороться за эту четвёртую позицию. Я же, всячески, пытался её отстоять. Ну и у нас так получилось, что дважды он меня опережал на обратной прямой, я же возвращал себе эту позицию обратно на старт-финишной прямой. Так вот тут очень удачно разбросаны ДРС-зоны. Так что, по сути, опережая на обратной прямой, можно гарантировать то, что ты получишь контратаку на старт-финишной прямой. В принципе, как я это и делал. Мне самое главное было прийти впереди Леклера, так как я смогу вырваться в личном зачёте. Пускай у Леклера и лучше круг будет, и, скорее всего, вырвусь только на одно очко, но всё же главное быть впереди него. Ну и по итогу, в первой атаке я контратаковал перед улиткой, поздним торможением, по сути, залетел в неё, и на предпоследнем круге снова атака на обратной прямой. Без проблем он меня обходит за счёт ДРС-а и слепстрима. Причём ДРС-то у Торроса прокачанный, соответственно, он даёт больше снижения лобового сопротивления, за счёт чего он ещё быстрее разгоняет. Но на старт-финишной прямой у меня уже будет ДРС, и также подрубаю все свои ресурсы топлива, режим ЕРС, и пытаюсь атаковать Леклера. Он также всё подрубил, скорее всего, поскольку я догнал его только к самой улитке, причём поздним торможением прям влетел внутричь часть поворота, небольшой между нами контакт произошёл, но ничего никто не повредил. Улит Леклера уже изначально был повреждён где-то в крыло с правой стороны, поэтому много он не потерял в этом контакте. Но потерял, конечно же, в темпе, в последних четырёх, наверное, пяти кругах, когда у него не было уже этого закрылка, и из-за этого, скорее всего, он не мог пройти в поворотах. Ну и по итогу у нас Ботас выигрывает гонку, хотя под конец гонки у него, может быть, какие-то были проблемы, поскольку потихоньку-потихоньку его Ферстаппин и Албан догоняли, и причём у Албана с Ферстаппином также были там, борьба была за вторую позицию, но Ферстаппин всё-таки смог её отстоять, так что да, неплохо Макс провёл гонку по отношению ко мне, я как-то вот хреново её провёл, но опять же из-за того, что, по сути, Ферстаппин заблокировал своё колесо и заблокировал меня ещё, вынудив тем самым поехать по обочине, по всем этим червячкам резиновым, из-за чего я потерял встопление сразу и не мог очень хорошо выйти из этой шпильки, за счёт чего Албан меня и опередил, и потом они ещё спокойно оторвались от меня, и это самый печальный момент. Но окей, четвёртая позиция по отношению к стартовой, это тоже неплохо, 11 позиций мы отыграли, Гасли у нас приехал на шестой позиции, тоже, в принципе, неплохо, потерял он две позиции по отношению к стартовой, но зная то, что игра симулировала всё это, и из-за того, что он в Феррари, ему накинули лишних несколько позиций, скорее всего, если бы я был также в третьем сегменте, то Гасли бы где-нибудь седьмым или восьмым смог бы квалифицироваться, а так, четвёртое место, в принципе, неплохо. Рэдбул также неплохо проехал, по сути, Феррсапи на втором месте, Ялбун опять же у нас на третьем, хоть кто-то из Торророса попал на подиум. Конечно, я также рассчитывал попасть на подиум, за счёт стратегии, но всё-таки здесь всё оказалось не так, как было в Бахрине, где у топ-десятки был два пидстопа, и поэтому моя стратегия, грубо говоря, не сработала так, как должна была. Ну и также у нас не было прям такого хорошего темпа в квалификации, за счёт чего мы стартовали слишком уж далеко. Ну и что же, немного проигрываю соперничество с Потасом, поскольку он выигрывает гонку, я не приезжаю на подиум. Ну и пришло время заказывать модификации. Также у нас модификация на износ провалилась, к сожалению. И также я ещё рассчитывал, хватит ли мне взять модификацию, но, к сожалению, лового сопротивления, ещё улучшение в отделе качества, чтобы у нас точно уже приезжали модификации по аэродинамике, гарантированно, поскольку, ну, когда у нас не приехала модификация в Бахрине, это было крайне печально, из-за чего, по сути, все планы по обновлению аэродинамики были сломаны, потому что я уже рассчитывал, что в Баку у нас приедет три маленьких обновления, но в Баку у нас приедет только одно маленькое в аэродинамике. На этом, ребят, всё, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока и удачи вам.